Почему Ари пишет, что когда сыны Израиля вышли из Египта, они находились на 49 уровне нечистоты? Ведь они верили в Творца и в Моше его раба. Они были вооружены верой. Почему плохо находиться в 49 вратах нечистоты? Объясни мне, уважаемый. Я не знаю, я спрашиваю. Это очень большое раскрытие на всю глубину Творения, которое создал Творец, создал злое начало. О, что за 49 врат нечистоты? Сейчас я вижу, что он создал. Это на самом деле что-то ужасное. Ты понимаешь, что вся глубина человеческой природы, ты теперь видишь Творение. Насколько желание получать в человеке, человек — это как общий образ такой, да? Насколько желание получать властвует. И при любом обращении, ощущение, которое есть в человеке, это только желание насладиться для себя. Буквально окружает всего человека, да. Несмотря на слияние с Творцом, несмотря на всё, что был? Благодаря тому, что они хотят быть слитыми с Творцом, благодаря этому, есть у них осознание зла такое большое. Если ты поговоришь на улице с человеком, он тебе скажет, что ты говоришь, я нахожусь в нечистоте, я сейчас тебе как дам под затыльник, улетишь отсюда. Что за 49 врат святой нечистоты, я совершенно не нахожусь в этом. Но раскрыть первые врата нечистоты, ты для этого должен быть в свете, возвращающем к источнику. Ты должен прилагать усилия, чтобы затем прийти от этого к святости. И когда ты приходишь к святости, сама святость тебе снова начинает высвечивать ещё большую нечистоту. И так ты работаешь, опираясь на две ноги. Поэтому каждый больше своего товарища и злое начало в нём больше. Поэтому кто приходит к 49 вратам нечистоты, тот, кого уже ничто не интересует, то он только хочет прийти к радиоотдаче, на самом деле, и тогда раскрывает, насколько есть у него в противоположности этому силы противостояния. 49 врат нечистоты — это что, только у праведников есть? Конечно. Ого! Даже первые врата, которые раскрываются, это уже не рядовой человек. Это уже новое творение, это уже создал злое начало. Он уже находится в связи с Творцом, когда Творец раскрывает ему то, что он создал. Для всех остальных до этого раскрытия можно сказать, что Творец относится как к животным.